Здравствуйте, дорогие друзья! Федеральным законом о днях воинской славы и памятных датах России 15 февраля установлен как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Сегодня, 15 февраля, День памяти воинов-интернационалистов, участников военных действий в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, Третьмистровье, Чечне, Сирии и других горячих точек ближнего и дальнего зарубежья. Пожалуй, на земле никогда не наступит такое время, когда слово «солдат» станет ненужным и незнакомым. Воины в мире не прекращаются с древних времен, а путь войны всегда страшен. Мы знаем о трагических событиях Великой Отечественной войны из уст наших предков. О чем мечтали люди в тот памятный День Побед с 9 мая 1945 года? Конечно, о мире. Чтобы никогда больше не шли штраф в рамки самолетов, грохот разрывающихся снарядов, свиста пуль и плача матерей о погибших сыновьях. Тогда, в 1945 году, празднуя Победу, все были уверены, что закончилась последняя в истории человечества война. Но судьба распорядилась иначе. Внуки тех, кто добывал мир, вновь взяли в руки оружие. Афганская война никем, никому не объявлена. Героическая и трагическая. Она оказалась в два раза длиннее, чем Великая Отечественная война. Чеченская война стала одним из самых масштабных вооруженных конфликтов новейшей истории. А битва за Грозный стала крупнейшей битвой в Европе со времен Второй мировой войны. И в наше время на территориях ближнего и дальнего зарубежья немало горячих точек военных конфликтов, требующих урегулирования. У этих войн еще нет истории, она не написана. Мы знаем о них ровно столько, сколько нам не опасно знать. Так уж повелось у русского солдата. Вещать не только свою родину, но и помогать братским народам. И называется это выполнение интернационального долга. Для торжественного открытия митинга памяти о воинах-интернационалистах слово предоставляется Мустаеву Владимиру Николаевичу в главе администрации Маринско-Пасадского района. Уважаемые молодое поколение, родители погибших воинов, уважаемые руководители, действительно сегодня такой день. Это уже сегодня уже обозначили, 32-й год. Очень сложно говорить. По воле и судьбы я, работая главой администрации от лашевского сельского поселения, установили памятник афганцам. Кроме этого еще встречали парней, которые погибли в Чесне, в Афганистане. Поэтому мы всегда говорили, один раз я помню, что у одного солдата, которая мать работала на фабрике, один раз приезжаем, она вышла, стоит, второй раз приезжаем, стоит вот, как будто мы говорим, что сердце матери, наверное, было очень, как она угадывала, что именно сегодня пришло известие именно о смерти его сына. Да, действительно, проходя службу на китайской границе, мы тоже не такое уж всякое видели, и воины погибали, но то, что вот произошло в Афгане и в Чесне, это очень еще, очень много воинов погибло, из Чувашьей республики, из Российской Федерации, из Советского Союза, мы говорим. На сегодня мы говорим, что действительно мы будем помнить, как они служили, немало кинофильмов сняли, вы, наверное, тоже видели, смотрели, и в газетах очень много было очерков, материалов, вот, как они служили, как погибали, как их, какие-то провалы были и так далее. Поэтому вот сегодня мы собрались чествовать этих воинов, которые погибли, которые вот, мы должны, молодежь, воспитывать в духе патриотизма, что они защищали нашу Родину, защищали, чтобы у нас никогда не было войны, никогда таких трудных минут не было, не было то, что мы гордимся ихними подвигами всегда. И митинг, посвященный памяти, вывода войск из Афганистана, я прошу объявить открытым. Спасибо. Молодое поколение. Владимир Николаевич вспомнил от ласковской житей бытие, что называется. Я в то время был военно-комиссаром Чебусарского района, мы с Владимиром Николаевичем получали так называемые похоронки. Самое страшное, что может быть в работе военного комиссара и главой администрации сельского поселения, это, конечно, извещение о смерти сына, брата, мужа. Не дай бог. А Николаевич рассказал, что и в Советском Союзе, и в Российской Федерации есть свои интересы, которые необходимо отстаивать не только на дипломатическом уровне, но и на уровне, он так говорит, министра обороны Шойгу, как говорится. Сейчас есть такая поговорка о том, что кто не хочет договорить с Лавровым, будет говорить Шойгу. Я, конечно, нечая родился, понимаю, что мы никогда не найдем офийский язык с матерью, которая отдала своего ребенка свою капельку, как они называют нас. И мы не уберегли. Это самое страшное, я еще раз повторяю. Но пока существует государство, пока существуют интересы, жизненные, важные интересы. Та же Сирия, я уже рассказывал как-то на встрече со школьником о том, что 28 стран Советский Союз вел, ну, так говорят, не объявленные войны. 28 стран, бой националисты Советской страны и Российской Федерации были на территории независимого государства. Но я еще раз повторяю, они отставили независимость нашей страны, защищали наши интересы. Я опять же говорю, никто меня не прибудит. Если бы не вывели мы войска с Афганистана в 89-м году, не было бы чечни, не было бы потока наркотиков, не было бы той грязи, которая льется на нас с экрана телевизора. Ну, так сложилось. Вечная память павшим героям. Слава российскому советскому солдату. Спасибо. Спасновья, мужья и отцы погибли, исполняя свой воинский долг. Слово предоставляется Исмиковой Ольге Афанасьевне, матери Александра Исмикова. Я мама старшего лейтенанта Исмикова Александра Петровича, который погиб в Чечне 12 июля 2003 года при выполнении контртеррористической операции. После окончания военного училища его отправили по распределению в Северо-Какасский военный округ. Там он прослужил полгода, потом его отправляли в Чечню на два года. писал, писем он не писал, потому что ихняя рота была дислоцирована в горах. И он говорил, я могу позвонить только тогда, когда приеду с гор на станицу. Последний с ним разговор у нас был где-то в середине или конце мая 2003 года. Он мне сказал, меня выписали из госпиталя, он, оказывается, целый месяц лежал в госпитале, а мы даже не знали. Он нам об этом не сообщал. Думал, наверное, мы будем очень расстраиваться. И вот позвонил. Меня выписали из госпиталя. В течение трех дней я опять должен быть в горах. Я ему говорю, сынок, не езжай больше в поле. Наш сын погиб. Я ему говорю, нет, я говорю, там же, я говорю, не одна инженерная разведка. Там же еще, я говорю, есть другие инженерные разведки. Ой, говорит, что-то мне плохо стало. Говорит, сердцем что-то плохо стало. И я начала очень переживать. Нет, говорит, не может быть. Это не он. Это не он, я вот так все думала. Это была суббота. Субботу. Суббота, воскресенье, военкомат не работает. Раньше у нас военкомат здесь, в морпосаде был. В понедельник он побежал в военкомат. А там ему сказали, что мы ничего не знаем. Позвонили в Чебоксары. В Чебоксары сказали, тоже ничего не знаем. Позвонили. И этот Камен Шахтинс, он полгода там прослужил, после окончания военного училища. И туда звонили, тоже говорят, ничего не знаем. Потом позвонили, в Северо-Кавказский военный округ. Там позвонили. Да, действительно, погиб из муков, из Чувашии. Они поехали... Они поехали... Каждый день они ходили... На инженерной разведке у них было. На задания. Каждый день уезжали на задания. Тогда орудовала банда Басаева. Вот эти боевики. Мы... А, да... Когда солдат приехал, его, вот, когда хоронить, солдата, я спросила с его взвода, как же, я говорю, так получилось. А он говорит, мы, говорит, вечером наканули, мы, говорит, дорогу всю проверили, дорога была чистая. Значит, ночью боевики где-то вот уже заложили. Наверное, сапер вот тут разговаривали, сидели. Наверное, сапер уже следил, где вот именно на второй машине сидел командир звона. Они поехали на задание на трех БМП. Первый БМП проехал, все нормально. Вот прогремел взрыв второй БМП, где сидел командир звона. Третий БМП тоже все нормально. Вот именно вот вот это подорвали. Привезли 23 июля под вечер, 24 июля похоронили на Новинском кладбище. Вот так ушел мой сын. Уже сколько лет, 17 лет прошло, а он у меня перед глазами вот такой же, живой, здоровый, как будто. Какого я видела его, когда он последний раз был в отпуске после окончания военного училища. Он приехал в отпуск, сказал, вот меня отправляет в северокавказский военный округ. Я еще испугалась, я говорю, сынок, как же, я говорю, ты туда попался, в другое место нельзя что-ли попасть. Вот как распределили, как, по распределению надо ехать. Оказываться нельзя. Вот как, вот, вот, моим сыном вот так случилось. Спасибо. Вдали от родного дома выполняли самый главный и почетный гражданский долг, охраняли мир и покой нашей страны вдалеке от Родины. Низкий поклон за то, что вы воспитали в сыновьях добропорадочность, честность и чувство ответственности. Где только нет твоих сынов в России, они сражались, побеждая зло, в отечественной сколько покосило, в Чечне, в Афганистане сколько полегло. Пусть несравнимы эти войны и несравнима численность потерь, но сыновья отцов своих достойны, они лежат в одной земле теперь. Какая вера и какая сила и смертный бой меж воинами и нашей Россией лежит пространство под названием Боль. Она с годами нет, не утихает, во всей земле убитые кричат, и зарево кроваво полыхает над братскими могилами солдат. Оставшиеся будут неустанно бессмертный подвиг мол бестеславить, между 21 веком и 20 лежит пространство под названием Память. Не умирают герои и не уходят в запас. Их смерть не выводит из строя. Они навсегда среди нас. на сером камне имена за каждым именем страница. У них теперь своя страна, откуда им не возвратиться. Пусть наши скромные цветы на камни гордые ложатся, то наша память, наша скорбь во всех сердцах пусть отразятся. Уважаемые участники митинга, отдавая дань памяти нашим землякам, воинам-интернационалистам, приглашаем вас пройти к обелискам и возложить цветы. КОНЕЦ КОНЕЦ ТОПЛОГО ХЛЕБА И СТОБЬ ПО ДРУГОМУ СВОЙ ДОЛГ ВЫПОЛНЯТЬ Торжественный митинг, посвященный Дню памяти о воин-интернационалистах, прошу считать закрытым.